Грибной сезон в Нижегородской области снова совпал с сезоном поиска пропавших. Так бывает каждый год, как только начинают обильно расти грибы, за ними в лес устремляются грибники, а потом на их поиски устремляются волонтеры. За одну только субботу пропали 34 человека. Большую часть, к счастью, нашли, мы встретились с одним из найденных. Пошел по дороге лесной и свернул не туда. И, в конце концов, потерял ориентиры. Пришлось блуждать. Блуждал долго, пока не стало темно. А потом позвонил по 119. Выехали несколько экипажей, у каждого была определенная задача. Это прочес и отклик, так как он был на связи. И вот молодец, большое ему спасибо, что у него был заряжен телефон. Он выходил на связь и четко выполнял все инструкции, которые ему говорили. Настала ночь, я наломал веток и лег маленько отдохнуть. Накрылся курткой и пролежал полночи. Я услышал крики, которые меня, волонтеры, звали. И увидел огонь. Я дома машина подъехала, такие у них сильные фонарики. 1 октября, вот как пошли грибы, у нас заблудилось в общей сложности чисто по лесу более 120 человек. Это лесные заявки. К счастью, большинство, кто-то выходил сам, кто-то с помощью аварийно-спасательных служб, кто-то с помощью добровольческих отрядов. То есть случаи разные. Есть люди, которые до сих пор не найдены. Если мы не дружим с географией немножечко и с общими основами экологии, ну и биологии, тогда лучше только в знакомые леса. Там уже никогда человек не потеряется. И главное не жадничать. Потому что основные причины, это даже не разница, а именно азарт. Вот азарт нас уводит. Кстати, по мнению специалистов, грибной сезон продлится еще недели-две. Столько же, по мнению поисковиков, им придется вести усиленные поиски пропавших.